Привет! Очевидно, что практически каждый визажист, который только начинает свою карьеру, сталкивается с серьезной задачей и задается вопросами. Какую косметику выбрать? Как составить оптимальный набор косметики? И кто подскажет, как сделать правильный выбор? Я, это известный факт, уже долгое время работаю с брендом косметики Makeup Secret и доверяю ему. В этом видео я покажу вам набор косметики, который мы с командой Makeup Secret составили специально для тех, кто связал свою жизнь со сферой макияжа и для тех, кто только собирается это сделать, ну, например, проходит обучение. Сразу перейду к делу. Покажу, из чего состоит набор и расскажу, что и зачем. Начинаю. Буду рассказывать по порядку, то есть в той последовательности, в которой обычно эти средства используются в макияже. Праймеры. Этот праймер для обезвоженной, уставшей кожи, для кожи как раз после зимней спячки и в том числе для кожи с возрастными изменениями. Но в целом этот праймер подходит для любого возраста и для визуального спецэффекта, для улучшения кожи. Скин перфектор особо рекомендуется для кожи, склонной к блеску для кожи жирной и комбинированной. Для неровной кожи этот праймер не только выравнивает кожу, но и визуально разглаживает общий фон, поскольку имеет бежевый оттенок. Устойчивый тональный крем для любого типа кожи. Два оттенка. Этот тональный крем создает покрытие от более легкого до более плотного, в зависимости от того, каким инструментом наносится и в зависимости от желаемого эффекта. Средство два в одном дабл хит. И не зря он так называется, поскольку он действительно является хитом на протяжении вот уже долгого времени. Два оттенка. Корректор в стике и жидкий консилер. Корректор, как правило, используется для маскировки локальных недостатков кожи. Ну, а консилер для области век. Пудра Photo Face с уникальным эффектом фотошопа. Не побоюсь этого слова, а слов я в принципе не боюсь. Делает из визуально неровной кожи более ровной. Вот он и эффект фотошопа, собственно. Нашумевшая пудра среди визажистов и любителей. И, надо сказать, действительно, действительно оценена она по достоинству. В этом наборе она есть. И для макияжа глаз в этом наборе имеются просто великолепные палитры теней. Чудесный дизайн и не менее чудесное качество. Тени разные по текстуре. Палитра более натуральных оттенков и палитра и натуральных, и насыщенных, более ярких. Палитры магнитные, поэтому необходимый оттенок, тот, который закончился, всегда можно заменить. Это очень сломанно. Это кремовые жидкие тени. И наиболее уникальным их качеством является то, что они могут служить подложкой под любые тени сухие. Стойкие. Дают стойкость всему макияжу глаз. И выглядят просто великолепно. Обычно они впечатляют всех, кто их наносит и кому их наносит. Карандаш для глаз. Коричневый матовый карандаш для глаз. Да, в этот набор мы положили один оттенок, поскольку именно он является универсальным. И его достаточно для всех. Для любого макияжа глаз в рамках стандартов макияжа. Двойная тушь для ресниц. С одной стороны щеточка маленькая для нижних ресниц и с другой большего размера для верхних ресниц. Тема бровей раскрыта максимально. Здесь мы имеем коробочку теней для бровей. Ультра тонкие карандаши. Два оттенка. И гель для бровей. Гель для бровей с оттенком. И бесцветный просто для укладки. Чудесный выбор. Вы только посмотрите, насколько впечатляющей выглядит эта палитра. Средство для контуринга, румяна и хайлайтер. Это гибриды для лица. Просто удивительные продукты. Сложно о них рассказывать. Их нужно пробовать и восхищаться. Вот такая красивая палитра из четырех оттенков. Для макияжа губ три оттенка карандаша. И, к слову, этот оттенок сейчас на моих губах. Да, просто карандаш, без помады. Два более натуральных, приглушенных. И яркий. Текстура устойчивая и комфортная. Вот такой красивый и полезный набор косметики мы для вас составили. Это оптимальный минимальный набор, при помощи которого можно сделать разные виды макияжа. И вариант чуть более расширенный, с набором кистей. Набор кистей в чехле, который надевается на пояс. А это, согласитесь, уже совсем серьезное дело для визажиста. В этом наборе 12 кистей. Ну, а в чехле очень много дополнительных отделений для других кистей, новых кистей, которые визажист будет приобретать со временем и с нарастанием опыта. А также большие отделы для всяких полезных мелочей, и не только мелочей, которые обычно возникают в процессе макияжа. Ну что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok